Дота 2 На четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Сиэтл за миллион долларов 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 Продолжение следует... 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 Ну что, смотрим дальше Тиберсо купил себе сапог Шторм Подзывает курьера Ну, в принципе, сам занимается и СФ Купился, кстати, уже сапог Ну, по КСу видим, что ПК более-менее ровно Да, немножечко есть преимущество Шторм Спирта, буквально парочку крепочков Но оставание минимальное Поэтому два мидера друг друга Не выигрывают пока, все у них ровно Так, у Урсы появляются фейзы Начандрес левел третий Патмат 1100 монет Левел пятый, кстати, имеет Шату Демон у нас левел третий тоже, есть сапог Мы решили подпушить немножечко там Рекомозили сключенные, здесь Иксмайк с Дефейт Второй, кстати, у него ракеткой На него будет атака, сейчас приходит Вичдоктор на хосте Есть Дисрапшин, есть Солкетчер, Аэропатамику Залетает Маледишта, Штормы Иксмайк, наверное, отправится, безусловно Да, отличный ферстплат в исполнении Несс Там Коги, естественно, что успел поставить Иксмайк Но и на этом все, сдулся Отличная атака от Вичдокторов Реализованный хест Получается действительно круто Ну и вот зря они Придают такого особого значения Такой связке, как Шату Демон плюс Мирана Она работает чуть ли не в 100% случаев То есть постоянно, постоянно Вот какие-то фраги благодаря этой связке получаются Ну и в данной корректной ситуации К моим словам подтверждение Ферстплата оформляется именно благодаря Шату Демону и Миране Покупает себе, кстати, рецепт на Мидас Сразу Мирана В фаст Мидас она пошла Ну и где-то к минуте шестой, я думаю, седьмой На Мидас себе выфармит Шторм сперед Покупает себе стики Левел 6 уже имеет пол-лайтлинг Пока нет ТПшечки Но в целом уже готов, наверное, гангать Шату Финда, конечно Нужно поболее всяких артефактов Чтобы начинать убивать Лавн Стал Для себя он делает эти пулы Фармит дальше 430 монет у него есть Так Глосс оф Хэспер Обретает Шату Финд себе Вот, видимо, сразу не стал делать себе ПТ Это значит, что тоже будет делать себе Мидас Окей Урса Фэйзы 3-4 на 6, кстати КС у него топ-2 на карте Никто не мешает ему фармить Ну, пытается делать Тиберсо Но шансов для этого, конечно, маловато Левел 5, видимо, уже 3-й Аршок Ну, всегда Синей играет Именно через Прокачку Именно вот этого первого спела Представим на него Макс И получается здорово Ну, как здорово получается В Лейте не тащит все равно Однако это, в принципе Не особо важно все-таки Но поначалу, кстати Вот мы вспоминаем предыдущую катку То есть Синей тоже Максил Аршок На Левел 7-м На Левел 8-м Он у него был с 4-м Аршоком И бегал, убивал То есть у него там 3-0 что ли было 4-0 что-то такое Так что, может быть, это и Достаточно хороший Правильный скиллб Ну что, Мирана Покупает себе на 7-м минуте Все-таки Мидас Будет его активировать У Шадоу Финдая Еще Мидаса нету Ну вот Практически смещается К нейтралам Там подфармливает Через Шадоу Рейзы Да или просто с руки Левел 8-й, кстати, уже имеет Ну, для нее предусмотрительный Чатр составляет Дабл спауны Да Ну и что, раз перед Нас левел 7-й Ну, кстати, за счет того Что СФ неплохо фармит нейтралов Он даже отрывается по уровню Немножечко от Шторма Хотя Шторм линию свою не покидает Печетоктор потягивается в мид Есть Мэджик Ванды Есть Сапог Есть левел 3-й И вторые каски И есть Маледикт Мирана Юзит свой Мидас тоже 38 на 10 Ну, наверное, хочется посмотреть Вот такие индивидуальные Индворцы, да Что с тобой там происходит Первый СФ Несмотря ни на что Несмотря даже на Отсутствие Мидаса Как такового Пока еще не появилось Урса у нас топ-2 Ну, он фармит налег И никто ему не мешает 1500 монет Тоже, в принципе, готов Выносить фаст-даггер Тут 3 Мирана идет Ну, вот Мидаса уже начинает Действовать, собственно Да и фрифарм, по сути дела У Мирана был Так что неплохо Ну и Шторм Спирит пока Замыкает сильнейшую Четверку сильнейших У нас по Нетфорсу ПТ есть у Шторма Левел 8-й Не стремится пока Где-то нападать Куда-то вылетать Да, вроде бы хочется Делать ТП, например На топ-лейн Забрать Урсу Вместе с Тимберсоу Ну, решил, что лучше фармить Ну что, СФ Купился и Мидас тоже Правильно? Да, правильно Есть у нас У Флаффенстафа Уже Баклер готовый Ну и выход Меканзе Ну и снизу готовится Нападать на Иксмайк Иксмайк с Потавара Не уходит и правильно делает Левел 5-й Покупает себе Робе Знаем, что будет делать себе Блейдмилл Первым же артефактом Посмотрим, сколько быстро У него это получится сделать Девятая минута встреча Тем временем пошла Ракетки в Мид Так, что тут демон У нас сапог 9х3 у него КС Ну и СФ Покупает себе Белт Стандартно будет выходить В ПТ-шку На самом деле Игра вообще не Предрасполагает Каким-либо активным действием Казалось бы Поначалу Активные Герои у НЕС Да они и сейчас Вроде пытаются нападать А противника просто нет Наверное, есть смысл Просто перемещаться Сейчас в Миральнейшем Демоном Кого-то пытаться убивать Ну а ребятам И сильнее Такой фарм вполне устраивает Опять же Доминание У них получается 2 керри героя Урса ИСФ И чем больше они будут фармить Тем будет лучше для команды Урса у 2300 Уже себе выфармил Опытка спушить тавр Потягився на сплав и став Где крыл-потрошитель Он же совух выдает Пока торнадо Откидывает крипов подальше Еще что-то демона Немножечко Подтабашивает И тавр потихонечку падает Глиф здесь не юзается Сейдж-крип бьет И тавр достается у нас Урсу Урсе Урса через оверфау Разбит это дело зафармить 3000 денег у него сверху есть Мы видим Ну и вот Видим Не покупает себе Даггер Рэдкликом Не же листарас куплен Нет, Даггер все-таки куплен Моментальный смок И снизу можно в принципе Убивать шату демона У него пол хп всего лишь Если сейчас Нейв не пригодает этот момент Нейв Нейв Да, врывается на Урса врывается на шату демона И его загрызает У нас все время был размет Урсы Ой, урсы Шторм спирита И СФ А 1-2-1 Они подрались Первый фраг у нас Делал по-моему Шторм спирит Да, видимо Потом же этого Шторм спирит И Тауэр добил Ну в случае 2-2 Настоянется счет Урса уже начинает Реализовывать свой тайгер Делает первый фраг Очень много денег По-прежнему топовый Нетфорст на карте Ну и перемещается Потихонечку в мид Значит много проблем Будет оставлять Своим оппонентом Потому что постоянно Будет перемещаться И постоянно будет убивать Ну вот тот самый Промакшенный Иршок дает И себе знать тоже ПТ У Появляется Шадов Финда Морбит Маска Это конечно же Для Урсы И смог моментально Прижимать Смотрите Сразу будет Сходить на Рошана Что ли Ну сейчас Можно только с одной Морбит Маской Урса спокойно Рошана убивать Не обязательно покупка Какого-то Владимира Тем более что Есть уже фейзы Левел 8 То есть у него Пассивочка на 2 Вкачана Да, заходит При помощи еще Флафенстав Кстати, Флафенстав Сайт Таичи был Неплохо Так на самом деле Дефает Но здесь был Какой-то Эрро По-моему Так просто не дают Видимо забрать Этого Рошана Заходит Урса На втором заходе уже Икс Майк здесь Дефает Залетает очередной Эрро Ну залетел Он точно Отсквамитать Крушителя 5 секундочку выдал Так, ну инвизит Мираны пошел Не хотят отдавать АИКС Это правильно Будут драться Так, втроем здесь Ребята из Несс Залетели В Икс Майка Поставил хороший коги Оттолкнул здесь шторм сперед Шторм перед поседает На него висит Климинг Армор Икс Майк Решана не добили Адрацналь Шурсав прыгивает Моментально Разорвали Вичдох Это 1 в 1 Дисрапшн Эрроу Не точно не по таймингу Получилось Залетает Эпетус И Флаффенстаф Разорвали Шаду Демона Моментально Исэп тоже выдает свой дэмэдж 2 в 1 2 в 1 Неплохо отыграли Здесь сильней Опять Урса Опять Урса Впрыгивает Убивает Ничего тут не поделать Шуфтуфит У нас пока ПТ себе принес Падает у нас Конечно же Рошанчик потихонечку Прогрязает его Флаффенстаф прежде Ему танкует Третий антач И был конечно Ничего не может Сделать у Рошана Это плюс Аегис Для команды сильней Но знаете В этой карте Немножечко попроще У них получается То есть если Ребята из ревенж Оказывали активное сопротивление И не отдавали Так просто Рошана Причем забирали Аегис Они сами То в этой карте У Синей Есть достаточно Такой хороший Простор Скажем для действий Бежит на Сурса Даггер Офшок Пытается пробить Вечдоктор Еще одну точку Нужно ждать И убивает Килинг сприва Журса Просто бегает Демнирует на всей карте 5-3 счета И 13-е минуты встречи Так Меканзам Приобретает Тоже кстати Флаффенстаф Точно Хороший тайминг На 12-й минуте После сапога Левел 7-го И 13-е минуты встречи Я думаю Благодаря этим вот Фрагам Немногочисленным И с носу Рошана Я думаю Вырвались вперед По Нетфорсу Сейчас посмотрим Да так и есть 4 тысячи Они уже ведут По деньгам По экспей Ведут Тысячу с небольшим Ну и по низу Сразу пытаются спушить Пытаются спушить Здесь подтягивается Флаффенстаф Правда без суммона Конечно без суммона Будет тяжеловато Вот подтягивается тролль Вот роля будут Конечно же Скелетончики Значит тавр будет падать Это здесь будет Второй тавр В их копилках В то время как Ребята из NES Пытаются в виде убивать СФ И СФ они загрызли Хорошо Но тавр еще Ни один не забрали Лист тавр уже падает Глиф еще не стали Юзать И не будут Юзать вообще Урса Зарабатывает себе Очередные денежки Пытка разменяться В тавр Здесь юзится Глиф фортификейшн Будет ли сюда ТП Пытаться отпутнуть Противника И не дать забрать тавр Доделается сюда первое ТП Когда что-то Распирит в принципе Впрыгивает туда Нырять Нет не стал нырять Ну и испугались Но флаффенстаф И мы видим Тавра свои Ребята сильней Сохраняют Правильно делают В счету воров Конечно можно неплохо Вырваться по деньгам В целом И По общему Нетворс Например Да и по предметам 1800 после Владимира Есть уже у Урсы Шатофин конечно умирает Но купил свой игроклаб Но и в целом Рано или поздно Свой БКБ выйдет Тем более что есть Мидас Мидас ему позволит Коррешку собрать Шторр спирит Покупается первый Обливиан стаф Будет выходить Конечно же в Окет А Тимберсо У нас Аркин будет 1100 монет Ну и Мирана У нас ПТшечка Есть конечно Мидас Но активно его юзает Ну и пока только 1600 монет сверху Ну вот только Дотрип на Творс Забегают ребята Исинеей Чужие Лисавич Противников Лаффенстаф Находит Вич Доктора Здесь что-то у нас Переставится Об серверы Тычки Залетает Лаффенстаф Смотрите Залетает На Тирене Вырорвался Просто-напросто Урса Пару ударов Урса Бегают ребята Исинеей Полным составом Под чужими товарами Вообще между Т1 и Т2 Уже встали Достаточно Агрессивно Они сейчас играют Опять же прыгивают урса Пытался сцепить Что-то урса Не получилось Ну и загрызают Т1 Тауэр Это будет уже Третий Тауэр В окопилку Залетает раз Глип фортификейшн От Несс А толку? Толку? Дефать-то некому В какой смысл Прожимать вообще Глип фортификейшн Если вы не собираетесь Дефать? Окей Вы сдержали Аж на целых 2-3 секунды Окей На 5 секунд Ладно Ладно На 5 секунд Ну и что? Все равно Тавар-то был Убит На 15-м Встрече 6-4 по киллам Все хорошо У Синией В частности у урсы У которого 4 килла То есть из 6 киллов Он в 4 сделал Именно он Покупайте Майл Шторм Кстати в этой карте Если в предыдущей карте Он покупал себе Башер То в этой решил Что нужны молнии Разворец Смотрите будет летать Вичдоктор Опять эршок Да ладно Ничего не могут сделать Ну и что? Будут ли цеплять? Даже боится врываться Шторм спереди Потому что не видит Где находятся Противники Ну тиммейты там В принципе были рядом На самом деле Урсы И могли за него впрягаться Ну и так вот Делать очередной фраг Урса уже мега килл Ну что получается То есть 7-4 3 фрага в плюсе Плюс 3 тавара в плюсе Плюс Аегис И суммарно На 16-й минуте Они получают преимущество 75 тысяч По деньгам 2000 Ну вот конечно Чувствуется Когда уровень игры У оппонентов Синей Немножечко раз То есть Синей против ревенч Играли скованы И терпели На базе 60 минут В итоге проиграли И вот играют против Несов И уже за Т1 тавр Забегают За Т2 И там дерутся Правильно? Конечно есть Ну что под смоком Попытаются атаковать Наверное Урсу Сейчас Женудемон заходит Да Герат Моментальная реакция В исполнении Урсы Хорошо Эру залетает в крипа И Урса ушел Просто пешочек ССФ Купил себе рецепт На БКБ Осталось всего лишь Там 50 монет На Митрилхаммер Мы готовы На БКБ И тоже в принципе Готов будет Наверное Драться в замесах И будем стягиваться вниз Теперь хотят забрать Последовательный Т2 тавр Ну или некуда Т2 тавров Они уже спушили То есть Следующая цель Конечно же Т2 Заходит Урса Появился здесь Новый суммон Это Адский медведь-куршитель Вместе с ССФ Залетает на Сурсецкий По крипу очкам Залет Получает Дурш Очень больно Эру в спину Маледикт врывается В принципе неплохо Мэкс Майк Цепляет только одного Брикса Который Митрилхаммер Липал делаешь Распирит сблизается Минус Экс Майк Сбили кстати Аегис На Сурсы И Урсу будет еще раз Убивать Чакрам Успел так и рад Провелся после респауна Хорошо И тавр-то спушили На цену получается Далее Аегис Который в принципе И так кончался И потеряет Кокверков Размен на Т2 тавр Я думаю Вполне неплохо Для синей Главное ТВРа падают И у них В этом плане Конечно полный порядок То есть Это не столько Сколько по деньгам Даже преимущество Сколько в территориальном Преимущество То есть Они мобильнее Много синей Если начается какой-то замес Они могут Моментально вернуться В этот замес Через ТПАУ На Т1 ТВРа Такого же Несса сделать не могут Просто потому что ТВРов нет Ну покупайте Митрилхаммер Глоус оф хест Мирана Будет делать тебе Конечно же Майлшторм Шторм спирита Старый обливин став Будет делать тебе Окет Шаду демон Пока левел 7 Сапог Вич доктор Тоже сапог Ну и здесь Тимберсоу Пойнт бустер Ну в целом Конечно Блудстоун Не хочется собрать Урса Нашел в миде Шторм спирит На этот раз Что интересно Что распирит От него уйти не смог Почему Непонятно Ну просто Слишком быстро Ручками махал По-сурсетски Подобр павером И Лицо снес Там еще и молнии Может быть сработали Но в любом случае У Урсы Есть уже 1600 сверху И наверное Можно будет подумать Каких-то молний Там Йелнири Точнее Есть попытка Атаковать У нас трэнта Поставили сентривард Вышел за пределы Сентриварда Здесь сюда встречает Шадуфин Вич доктор Включает БКБ Шаду рейс И ракетка долетает Ихсмайк делает фраг Влетает еще на шаду демона Ихсмайк будет цеплять Урса Теперь указается Тимберсо Тимберсо Пытается уйти Осталось лохом И пытается спрятаться Но теперь чене В кустах Не получилось На минус 3 Что-то демоны Проговорили Минус 4 Осталось только Мирана в живых Да уж Ну и Мирана Находилась только На базе Разгром 5.11 19-ая минута встречи В этой карте Конечно синее Не чувствует Противника Пока Ну смотрим За нетворсами То есть Урса Который Скиллов Набрал 10700 И который Смидас Набрал себе 10500 После БКБ У него появляется Ужига Спушивает еще один Тауэр Конечно же Без сопротивления Потому что Не в полном цитаве Сейчас находятся Нессы Поэтому Это будет Пятый тавер В копилку Синей Миди пытается Цепить еще Мирана Мирана Липаут Второго уровня Лип Эрол выдает Точно в спину Урсе И Шторм Скилл Сюда врывается Можно Урсу Кстати цеплять Урса В таверне Неплохо Поймали На наглости Этого Урсецкого Приговорили К 50 секундному Заключению В таверне Так Врывается Шторм Скилл Кого-то бы Сцепить Смайк на развороте Блэйдмейл Коги Ловит Пурш Ну такой Не очень Пурш Получился И на развороте Хукшот Да ладно Сбить бы как-то ТП-ТП Сбиваешь Транспирит Ставится Дефарт На развороте Каски неплохие Но есть Миканцам Оверграф Исполнение Урсецберда Получился потрясающим Пошли импетусы Вынужден уходить Мирана Уходит Асташа Вич Доктор Ловит последний импетус У Шаду Финда Тычка прилетает быстрее Это фраг Пытает Штормспирит Вместе с Тимберсоу Нагнать Славен Став Есть электрофлотер Сбили ТП И Тимберсоу Его срезал Здесь ССФ ССФ Пьет с руки Правда противника Основить он не может Поэтому Штормспирит Просто опекает Ну 7.13 Точнее у нас Становится счет Пока Двукратные преимущества По килламу У ребят из Синей 21 минута встречи Смотрим на графике Видим что там 12 тысяч преимущества У этих ребят из Дайера И по их спи Они ведут Лжи на 7 тысяч Ну и продолжают Укреплять Свою преимущество Кстати Наимит Стался последний Внешний Т2 Тавар Это Т2 На полхп Который уже просел Есть Рошан Который можно забирать Турсава уже Тва последовала Кстати у него там По-моему рецепт Был уже на Мьелнира Если я не ошибаюсь Да и хватает Вроде как на Гиперстон Мьелнир готовый Уже есть Пара оверпауров Аегис Что ставит Шотов Финду Ну причем Это очень странное решение То есть Если у Шотов Финда Есть сейв В виде БКБшники Да То есть хороший такой артефакт Но у Уорсиска Такого сейва нет Есть только Мьелнир Ну вот как показывает практика Если его как-то зацепить Под Эрол Его можно очень быстро Расщеплить Потому что 1400 хп всего лишь Но решили вот так Что Шотов Финду Будет понужнее На Егис Окей Подоплейн перемещается На Снеса Пытается спушить Хотя бы один Та карте Вчетвером здесь Не хватает только Вич Доктор Вич Доктор Который 2-6-2 Пытается отпушить мид Ракетка залетает Майор Шторм Появляется у Мирана После Медаса И у Оки Кстати есть у Шторм Спирита Видит СФ Но впрыгивать на него Нет смысла Потому что тиммейты рядом Вообще конечно лучше Рейдитом отступить Когда они это пытаются сделать Мирана Тепаут Спить нечем Шторм Спирит Просто болл лайфлинигом Тоже сваливает И Спорт Тут и Тиммерсов Разбежались тоже Не вышло Ну такие на самом деле Погоня Немножечко бессмысленны В исполнении Синей Если они уж хотели Довести игру До логического конца То должно собираться По миду Спушить еще Та два Тауэр Никто может заходить На ХГ Так Урса Прожал Верпауэр Видит Шадо Демона Овершок Успел спрятаться Сядь Дисрапшн Шадо Демон Молнии пошли И так Правильно Нашел персонажа Сразу Вбил нужного Именно не иллюзию И заработал фраг 7-14 Просто неостановимый Турсецкий Впрыгивает дальше Ищет противника Ну правда с маной Кстати проблемы 455 у него всего лишь Монопул Падает всего лишь На два врыва С Эршоком Нормально Сейчас кто-нибудь Ману восстановит Морбит маска Уенчатерс Да ладно Мом появится У Флафонстафа Да неужели Это будет весело 1200 Что распилин Наверное нужно Выходить по КП Но тем временем Сидея спушивает Последний до 2 тавер Последний внешний тавер Ребята из NES Который также Они дают без сопротивления Пытался Свидждоктор Не получалось Но это дело Что Шадо Финдас Монт оставил Тучка будет посерьезнее Ну что Остался только заход на ХГ Потому что Эгги забрали Внешний ТВ распушили Только-только На ХГ подниматься С другой стороны На 23 минуте Как-то не очень хочется На ХГ подниматься Ввиду того что Во-первых Пока уровни маленькие У NES Да то есть Если у нас же Никто-то умирает Они очень быстро появляются Ребятик придется Неоднократно Здесь подстрел Немножечко на Штарон Сперед Влетел На ХГ В принципе спокойно Урса тем временем Зашел на Вичдоктора Не добил ниточку Ловит пурш Его пытается пробивать Солкетчером Молнии Да ладно Вичдоктор от молнии Просто отъехал у нас Но Урса тоже умер Но вот в этом плане Конечно Урсе лучше Далее Аггис Был в Аггис Был бы намного круче Так Юз У нас все время Глиф Фортификейш На пол хп Тауэр просел У ребят из NES Но у них нет рента Поэтому отхилить Тауэр не получится Так что следующие заходы Думаю сильней Догрызут Так СФ после манта стайл 2 500 Топ-1 по Нетфоресу По-прежнему Уже отрывается Даже от Урсы От Урсы там 12 200 пока Ну а ребята из NES Формят немножечко похуже 9 500 у нас Медас 9 300 даже у Мираны Нетфорса Ну там Майлшторм По-моему ничего нового не появлялся А Киперсон появился Так что в целом И Мьолнир уже должен быть Да Мьолнир готов Ну просто помимо Мьолнира У Урсы еще есть Даггер Есть Физио Есть еще также Владимир Есть Огрклаб Чтобы сравнить Амиран просто ПТ Медас и Галвер Так Ихсмальтери находят что-то демона Зажал его в хоге Все хорошо А там разобрали Нос ССФ Прям под тавером У него была есть Ихсмальк Приговорил что-то демона Пытается уйти на свитч доктор Ихсмальк Эрол Не ловит Ловит его Флаффенстав Флаффенстав просел Он пытается спасти его Ихсмальк Влетает Шторм Спирит Забирает он здесь Флаффенстава Ихсмальк Смерть должен был пропадать Видим 3500 есть у Никса У Никса Который ЕСХ Да То есть еще Но какой-то артефакт Уже будет хватать Скоро Так Урсетский по миду Огрклаб Врывается Пытается Заграть и Бирсо Успевает Это сделать Что он спирит Влетел Пытается отомстить По докетам Загрызает Боллатинг Улетает Синей на развороте Пытается драться И забрал Да ладно Эти молнии Оверпауэр Что творят Боже Что-то демон здесь Пытался убить Урсу Не получилось Чуть сам не встрял Здесь Ихсмальк Не самый хороший Клаке Получает Маледик Ставится Дефарт Ну и Дефарт В свою очередь Тоже получился не очень Бакетка залетает Ну и 29 счет То есть Урса пошел Отхилился где-то Да или даже не отхилился Не, он рядом бегает Его тут Ливинг Армором Подхиливает Манта ставил ТСФ Заходит на ХГ И вот тот самый Топуш Оверпауэр Урса пришел Помог Смотри, Тавр Упал Остались в бараке Ну что, Эроу Залетает у нас Окей Здесь Тимберсол Появляется у него Пойнт Бустер И купил себе Таггер Кстати, после Пойнт Бустера Ну не знаю Такой себе вариант То есть, если Вы знаете, что ваша команда Проигрывает Что вы терпите очень сильно Вас постоянно инициирует Убивает То есть, уберите Что-то команду полезное Ну не знаю Если Меканцев Давайте посмотрим То есть, вот тут Как вариант Купить Меканцев Теперь что-то может Сделать он уфлейнер Купи Пайпу Наконец Ну хоть что-то полезное А этот Таггер Ну я не знаю Пытаться инициировать Инициировать Вообще не получается У вас Вы только терпите Ну вот, вот Брикс, например Сейчас дает Эрл Здесь их с Майкл Тоже встречает Если дает плюшки Липаут Оверграфт мимо Кстати, от Вайтберда Ошибся очень сильно Думал, что достанет Рейнджой Не достал Миран и лип там Какого уровня был? Четвертого уровня Да, поэтому На максимальный рейдж ушел Индец Миран Тем временем юзится Может быть на развороте Кого-то поймает Но здесь уже и след Простал от противника Сидей просто Разбрелись по лесам Там ей где-то Подфарм Вот видим, что Гиперстоун есть У ЮСХ И там, по-моему Готовый Кирас уже А уже готовый Кирас Но Кирас нужна здесь Для того, чтобы Просто спушивать ТВР Мидрилхаммер У нас есть у РСА Четто монет сверху И будет уже по КП Ну и опять Соберутся вместе Попытаются что-либо сделать Так, у нас Росперед На Тимберсо повесили Видим Йелнир Шторм Ультимейтор, кстати, купил Я, кстати, думал о том Что будет собирать себе БКБ Но он решил пойти в Хиксу Ну, в принципе, да БКБ-то не от кого собирать Тут, по сути дела Магического прокаста Немного А вот В Хиксе смысл есть Атака денег нужно больше И фармить нужно лучше Для этого Хиксы Чего-то с ней делать не дают Дивардик моментальный Там Мом, кстати Видимо, Флафонстафа Появился, наконец Мидрилхаммер у нас У Урсы Да, и Не сбился вообще На БКБ Тут заходит на ХГ Сразу Пытается пробить ИСФа ИСФ ИСМАЙК терпит Поставил Коги Падеро Пробивает его с руки Просто Миранда Ставится Дефарт ИСФ Расказала свою льду Попала только в одного Вич Доктора На этом все Ну и ракетки по кулдауну Просили немножечко ПХП ребята из NES А с ней решили отступить Хотя барак до сих пор Не догрызли Ну хочется как-то Урсенскому влезти Влететь как-то Но он не знает Кого влетать От него все будут Просто выпекать Что он сперит Например, сможет улететь Демон спрятать Дисрапшн Прочий Эрро Залетел Лоу сразу же Смотрите В Товарсу Будет его разбивать Маледикт ИСМАЙК хорошо Коки двоих Ловит моментально Включает Блэйдмейл Умирает Вич Доктор сам Оверграф от Файтверда Собрали они шаду демона Также Правда отъехал Урсену Это минус 3 Уже в исполнении Синей Ну и падает сторона Байбэк в исполнении Тимберсо Пытается как-то еще Спасти ситуацию На этой карте Но синей просто отошли Поэтому байбэк Был явно неоправдан Но с другой стороны Если байбэк не делал То возможно Синей переместились бы На другой лейн И пытались дальше пушить Ну и такое 23 на 10 У нас счет 29 минута встречи Синей идут к своей победе Уверенно Так что он спирит Пытается контактировать Врывается на Икс Майка Но здесь его будут Просто трое исключать На самом деле Собрать себе какой-то Окид ответный И накрывать шторма Чтобы вот так вот Не выпендривался И убивать За 200 У нас после захода Шатафинда появляется Урса у нас по-прежнему Погибает И кстати не деформил Себе ДБКБ Что наверное Самое обидное В данной ситуации Но не критично Ну что 30 минута встречи Сегодня пошла Преимущество Давайте посмотрим Какой у Синей 20 тысяч уже по деньгам По XP 15 тысяч Ну при таком преимуществе Конечно поиграть будет Очень сложно Это нужно Я не знаю что сделать Нужно раз 5 подряд взять И пятером отдаться Тогда да Тогда они действительно Смогут поиграть Но как я понимаю В профессиональной состоянии Такого не будет Тем более Когда ребята дерутся За выход на Интернешн За поездку в Сиэту Поэтому Когда Выиграют ребята Синей Только вопрос действительно Времени То что они победят Я уже уверен На 99% Став у нас появляется Уничатрис Рошана Осталось 40 секунд Кстати Может быть Рошана Синей Как раз и ждут Ну а к этому времени БКБшка Нафармить себе Урса Возьмёт Акикис Наконец себе Уже Так Ну и вот На топе будет Атака У нас сейчас Как раз Врываются Здесь на Товарища Вичдоктора Урсетский Выхс Майкап Мелодикт Он включает Блэдмилл Конечно очень больно Вичдоктор уже просел Пытается уйти Шторм спирит Боллайтинг Тепаут Если чем сбить Сбить нечем Тимберсо ворвался Теперь После всех один Это не самый лучший вариант Урса Тем временем Разорвал Видим Мирану Ну и Тимберсо Скорее всего Тоже должен умирать Рфшок И забрали Минус 3 Ну тем временем МСФ мы Видим пытается Сплитпушить Аккуратненько По низу То есть держит Линию Потом Попотягивает С его тиммейта Урса Купил себе БКБ И пойдут ли На Рошана Или попытаются Закончить игру Сразу Ну с Рошана Понятное дело Это будет Немножечко Поспокойнее Да То есть По обстоятельнее Скажем так Сносить Базу противника Полегче Попроще Ну а без Рошана Это Понятно Это рискованно Немножечко Но в целом Уже наверное Синие настолько сильнее Что никого не боятся Видимо что уже Винчдоктор против Ой извините ССФ против всех Воюет Убивает щедо демона Против троих Там Винчдоктор Чуть не отдался тоже Мы потянулись к нему тиммейт И поэтому будет пушиться Нижняя линия Здесь в принципе Есть гриб фортификейшн Но драться некому Потому что все сидят в таверне И ждем наверное Заветных слов От ребят из нас Да КГ Вот это самое КГ Ну что поздравляем Ребята из Синей Побеждают в этой карте Зарабатывают себе Очередную победу Плюс 3 очка Ну а Нессы собственно Четвертое поражение подряд Да Паутсайдеры Слушай ничего не добавить Они будут там с Асирисами Разбирать себе Топ 10 9 11 Вот так вот Что так друзья У нас будет пауза На этот раз пауза Немножечко побольше Дальше мы будем с вами Порываться на заключительный матч На сегодня В рамках этого стрима Но какой матч Нары будут играть против Ликвид Вообще матч дня сегодня Так что Имейте ввиду Дорогие друзья С вами сегодня Адекват Подписывайтесь на паблик Вк.com Адекват TV Услышимся Совсем скоро Пока немножечко музыки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok